видели до города сколько а ты манты 10 минут 11 ты на месте посмотрите что я тут увидел около турников кстати вот эта школа где я учился когда она была 17 рижская средняя школа вот это а там 2 латышская гимназия сейчас это по моцкола ридзе основная школа вот а вот это раньше было вот это 17 средняя а там 2 средняя сейчас там 2 гимназии а это основная школа гляньте как вы думаете что это такое вот это турники это лесенца это там для разно разноуровневых отжиманий вот эти вот глобусы посмотрите что поставили поставили деревянные столики деревянные скамейки и там закрыто разворачиваются как доска и учебный план короче я так понимаю весной детей будут учить на улице типа анти анти эти к видные меры вон там брусья разных этих там футбольно баскетбольное поле но вот это меня удивило конечно круто а детей будут учить на улице нормально гляньте в реческом городском канале на берегу какие льдины лежат ну она высотой с мою ногу если так смотреть ну как высотой выше выше ботинка выше щиколотки а почему они здесь знаете потому что во время бури канал вышел из берегов соответственно весь этот лед поднялся ну когда был сильный этот ветер оттуда это же канал он соединяется с дауговой ветер все это поднимает поднялся уровень воды поднялся а потом когда буря стихла уровень воды опустился но часть льдин осталось нормально класс вон там тоже такие лежат там там красота дамы и господа день добрый я тут столкнулся с такой вещью до типа такой вот такие вопросы интересные да значит смотрите люди мне там написали под моим видео про пользу минимализма некоторые люди написали такое да я тут кое-что выписал вот некоторые люди мне тут написали значит что ты нисколько не минималистом минималисты не едят в ресторанах там и так далее ну во первых сейчас в ресторанах в латвии в риге мало кто вообще ест да потому что сами понимаете но все по закрыто кое-кто закрылся просто потому что нет клиентов ну и так далее но господа я тут выписала будут просто отвечу да вам смотрите вы неправильно понимаете минимализм изначально те люди которые задавали такой вопрос или точнее что-то гали ты не минималист там минималист это тот кто там живет в проголодь ест до широк там и живет в пустой квартире там и так далее да нет ребята минимализм у меня есть видео гидонистический минимализм здесь ссылочка посмотрите видео гидонистическом минимализме мы запишем я кстати запишу еще одно видео сейчас прямо его склею про визуализацию неправильную мотивацию но я их разделю это не будет одно видео сперва про минимализм вы его неправильно понимаете минимализм это не значит сидеть в проголодь там в пустой квартире и жрать доширак посмотрите мое видео про гидонистический минимализм до минимализм это когда ты впервой ставишь необходимость а не хочу то есть и необходимость всегда должна перебивать хочу ну предположим вы говорите излишне какие-то траты вы говорите я хочу там новую машину взвесь хочу и необходимость вот разделе и если у тебя необходимости в машине нет а это просто твои хотелки то тогда нахер это тебе вот о чем это минимализм это значит тратить меньше чем ты зарабатываешь предположим вы зарабатываете там восемь тысяч восемь с половиной тысяч евро там в месяц зачем вам тратить все восемь тысяч если вы вполне там на волонтерскую деятельность на себя там на условно бездомных животных вполне укладываетесь в две с половиной зачем вам тратить все восемь вот мою еще мою сказку посмотрите про трех котят вот что это значит или есть еще глупости до когда люди то есть тратить больше для чего чтобы показать кому-то как ты круто живешь вы смотрите я так круто живу вот смотрите у меня есть то у меня есть там золотые часы там или там модельные шмотки зачем но это условно вот смотрите вот я просто покажу вот знаете вот это кашемировый свитер с хлопком куплен в massimo duty да там типа limited collection да знаете сколько ему лет этому свитеру вот этому у меня есть еще один черный лет пять черному свитеру наверно года четыре да то есть куртка у меня вот это с воротником меховая да теплая теплая вот с таким лисим воротником знаете сколько лет восемь и я буду в ней ходить еще еще год еще год если сильные морозы я ее одеваю если она не сносится если не будет дырок если там эту лесу не сожрет моль я не буду покупать себе новую куртку зачем или у меня есть куртка там полегче красная такая просто она полегче в ней удобно да но я ее купил там в прошлом году да там осенью в 21 сейчас 22 год вот но я тоже в ней хожу в ней удобно все но знаете сколько она стоила я ее купил на скидках она там стоила 34 или 36 евро что-то такое вместо там 70 там или 9 или 80 там были в скидке я просто зашел померил импульсная покупка я купил потому что подумал ну полегче куртка чем-то и найти может в пальто не всегда удобно в пальто там типа если ты там куда-то идешь там на деловую встречу и так далее а так это не всегда удобно вот и все то есть я не трачу вам появилась новая коллекция шмоток давай купить зачем чтобы завалить шкаф шмотками и ради чего или там золотые часы надо носить там знаете это вот мы с юрисом ржали по этому поводу просто ржали тогда когда он над какой-то ему подписчик писал что надо носить ролик с золотые а еще он рассказывал про одного чувака который купил золотую ручку паркер какой-то там блокнот какие-то там золотые очки и он говорил надо еще купить золотые часы и тогда я буду успешным блять что с чем понимаешь для кого показаться кому-то зачем то есть вот ключевое понимаете то есть а зачем это делать а еще глупость когда люди это делают покупая что-то даже не тратят все деньги которые зарабатывают а покупают это в кредиты купить в кредит люксовую машину на кой черт она тебе люксовая машина ну зачем она тебе чтобы что показать другим как ты вот круто живешь и так далее нет то есть вы неправильно понимаете минимализм быть минималистом это не значит жить в проголодь это не значит жрать доширак это значит всегда взвешивать хочу и необходимость и всегда хочу не должно перевешивать необходимость если у вас какой-то вещи там в какой-то огромной квартире какой-то там новой машине нет необходимости то вам не надо на это тратить деньги то То есть не надо создавать кучу пассивов в своей жизни, на которые вы будете тратить деньги. Надо создавать активы, которые будут генерить вам доход. Вот что важно. А как ты сможешь создать активы? Как ты сможешь не попасться в кандалы, только если у тебя будет какой-то загашник? Как у тебя будет загашник, если ты будешь тратить все, что зарабатываешь? Или если ты будешь жить в кредит? При любом кризисе ты попадешь так, посмотрите сказку о трех котятах, ты попадешь так и будешь очень печален. Понимаете? Вот и все. Минимализм это не значит не есть в ресторанах. Условно говоря, давайте приведем в пример условного Абрамовича. Он может проесть в ресторане 70-80 тысяч евро, оставить там чаевые по 1000 евро официантам, но ему-то он же это не в кредит сделал. У него, допустим, доходы 100 миллионов чистый кэш, 100-200 миллионов долларов в год. Для него потратить какие-то 75 тысяч погулять в ресторане, это не значит обеднеть. То есть, условно, среди каких-то там олигархов, допустим, или кто-то, Абрамович тоже может быть условно минималистом. Не покупать каждый год новую яхту, а ездить, ходить по морю на старой яхте. Вот в чем дело. То есть, я же не против того, чтобы кто-то покупает Бентли, Порши, там, Роллс-Ройсы. Нет, но только если это ты делаешь впритык, то ты идиот. Если у тебя есть возможность это покупать, и ты никак, то есть, у тебя все равно останется загашник денег и так далее. Условно, машина не должна стоить сколько? 5% годового дохода твоего личного. Вот твоя машина не должна стоить дороже, если ты покупаешь машину в собственности, если она тебе нужна. Она не должна быть дороже 5% твоего годового дохода. Тогда окей. Для Абрамовича купить новый Роллс-Ройс, у него намного меньше 5% годового дохода. Но когда какие-то Эллочки, условно, как в 12 стульях людоедочки, хотят там с Вандербильдахой соревноваться, ну, почитайте 12 стульев, если не читали, да, то это тупо. Когда человек пытается показать, что он богаче, чем он есть, ну, это дико смотрится. Это вот Эллочка-людоедочка, да, вот, которая соревновалась с какой-то Вандербильдахой, да, там, с дочкой, там, какого-то миллиардера, да. Ну, то есть, ну, это просто, это как идиоты, которые там в Инстаграме фотографируются в фюзеляжах самолетов, платят там за это, за фотосессию, там, 30-50 тысяч рублей. Зачем фотосессия в фюзеляже самолета? Нахрена? Да, но чтобы что? Показать, что ты успешный, там, это, ну, это к инфо-цыганам тогда, это вот внешне. Инфо-цыгане-то для чего это делают? Инфо-цыгане это делают, чтобы развести вас, лохов и, там, других лохов на бабки. Дескать, я живу очень успешно, круто, покупай мой семинар по бизнесу, и я тебе, там, покажу, ты тоже будешь жить успешно. Ну, у них, понятно, это их бизнес-модель, пустить пыль в глаза лохам, и потом снять офис Москва-Сити, и потом этих доверчивых лохов обуть, там, продав им программу успешного успеха. Вот и все. То есть, но вы должны правильно понимать минимализм. Вот когда мне тут написали, да, там, в комментариях, ну, понимаете, то есть, я вижу людей, которые говорят, ты не минималист. Нет, я не минималист, потому что я трачу меньше, чем зарабатываю, в разы меньше. Если бы я был, ну, условно, реально долларовым миллиардером, то есть, когда миллиарды, знаешь, вот просто у тебя на банковском кэше, там, миллиард. Наверное, я бы не ездил на бюджетном такси, а я бы ездил на Роллс-Ройсе с личным водителем. Когда этот Роллс-Ройс стоил бы меньше 5% моего годового дохода. Если бы он был мне нужен. Потому что есть миллиардеры, у которых нет Роллс-Ройсов, им просто не надо это. Вот такие вот дела, дамы и господа. Так что понимайте минимализм правильно и посмотрите про гидонистический минимализм и сказку про трех котят. Еще, кстати, посмотрите видео, я оставлю ниже, ссылку в описании, почему надо взвешивать именно необходимость, а не хочу. Тогда вы, может быть, что-то поймете. То есть, будете не то, что что-то поймете, а будете правильно понимать, что такое минимализм. Всего вам доброго. Да, порекомендую вам вот этот вот фильм Казанова 2005 года. Режиссера Лассе Хальстрюм. Фильм, где Казанову играет Хит Леджер. Это фильм 2005 года. Он в биографии Казанова имеет мало общего. То есть, это просто такой, ну, просто веселый фильм. Такой хороший, веселый фильм. И, конечно, вот смотришь на Хита Леджера, да, и очень жаль, что вот этот фильм 2005 года. А через три года Хит Леджер был найден мертвым у себя в квартире в Нью-Йорке. Там что-то не то, с чем-то смешал, какие-то снотворные, с чем-то. И, в общем, была тяжелая интоксикация организма во сне. Вот. Но хороший фильм. Вот этот вот. Рекомендую. Посмотрите. Вот именно 2005 года. С Хитом Леджером. В роли Казанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова